МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, всё самое тяжёлое позади. Всё за вами. Я знаю, что такое быть первым. Сегодня ты вошла в каждую белорусскую семью. Во все те семьи, которые наблюдали за тобой, переживали вместе с тобой, с твоими родителями, момент внезапной славы – это новый груз ответственности. Очень тяжёлый груз ответственности, который тебе придётся нести уже всю жизнь. Я уверен, ты справишься. Мы тебе не дадим зачерстветь, застыть, закостенеть. Здесь тебе придётся очень много работать. Полёт в космос – это не прихоть Лукашенко, в первую очередь. Это, скорее всего, такая сигнальная ракета на старт в будущее. Потому что это начало полёта именно как раз в будущее, не просто в космос, а в будущее. Почему? Потому что к космосу стремится всё человечество. Не зря же Америка, Россия, Китай, даже маску с его миллиардами тесно на планете Земля. Он стремится к Марсу. То есть космос – это будущее человечества. И быть в рядах тех, кто его осваивает, конечно же, это, наверное, такое правильное выборо, правильное призвание. Но надо ещё понимать, что космос – это не путешествие, это технология, это развитие. Это в данном случае чёткое направление, куда двигаться. Потому что все как-то зависли в каком-то маркетинге, юристы, экономисты, ещё что-то. А нужно смотреть выше, выше, дальше. И даже вот обращение президента к Марине, он говорит, что не даст, мы не дадим ей расслабиться. В плане чего? Она новый ориентир для нашей молодёжи. Это, как говорят там часто амбассадоры, да? Она должна быть лидером мнения. Это мнение должно быть чёткое, правильное, кристальное. И она теперь не просто отвечает за себя. Она отвечает уже за тех, кто на неё смотрит, верит. Кто благодаря ей мечтает уже, наверное, о космосе, об освоении каких-то новых высот. Вот поэтому такой персоне, как Василевская, придётся очень тяжело. Потому что нужно будет доказывать, что ты не просто первая, не просто герой Беларуси. А ты тот человек, который может показывать и вести куда надо. То есть правильный маршрут. То есть она как путеводная звезда для молодёжи. Вот так вот назвал её миссию дальнейшую. Космонавтов у нас подготовили сейчас не одного, целую группу. Полёты, как говорится, ещё будут. Обещали, что будут. Да и Беларусь сама никогда не стояла в стороне от космоса. У нас свои спутники. Даже будучи Белорусской Советской Социалистической Республикой, это была часть космической программы Советского Союза глобальной, я скажу, что именно точность этих полётов, это, наверное, белорусские корни имеют. Поэтому, осваивая дальнейшие и дальнейшие шаги, мы всё ближе и ближе к будущему. Проблемы с реализацией. Склады трещат от готовой продукции. Складские запасы за 2023 год выросли почти на четверть, на 350 миллионов рублей или 23%. Вице-премьер профильный меня убаюкивает. Да это нормально. Это нормально. Оно и всегда так было, и вчера, и позавчера. Мы тут сейчас всё это продадим. Но мы же период к периоду оцениваем эти запасы. А сколько техники находятся на площадках у дилеров, которые для многих стали дополнительным складом за рубежом? За эту ширму в очередной раз никому спрятаться не получится. Сегодня промышленность в целом рассматривается как драйвер. Посмотрим 2020, 2021, 2022 год, 2023 год, особенно 2023 год. Именно благодаря промышленности нам удалось выйти с этого санкционного давления. То есть не просто микшировать его, а выйти на какой-то поступательный тренд. И вот даже динамика первого квартала текущего года говорит о том, что промышленность растёт более высокими темпами, чем ВВП в целом. То есть вот это первый момент. То есть не так всё может быть печально, как кому-то кажется. Второй вопрос — это значимость как таковая для экономики. Все сегменты промышленности, большинство сегментов промышленности, они являются такие своеобразные мультипликаторами. То есть одно рабочее место промышленности — это 7-12 рабочих мест в межных отраслях. Вот почему значимость? То есть если она растёт, то значит растут и другие. Ну и в конце концов, наверное, почему есть какие-то проблемы, определённые проблемы? Да, действительно, никто не скрывает. И, в общем-то, и сама промышленность. Я вот до недавнего времени работал в системе Минпрома, возглавлял как раз институт, который занимается переподготовкой, повышением квалификации, в том числе и генеральных директоров, главных конструкторов, ну и так далее, и так подобное. То есть мы формировали где-то кадровую политику, да, то есть через наш ли и резерв кадров формировался, мы обучали резерв кадров. Поэтому ты уже видишь эту проблему изнутри. Но я обозначу несколько каких-то проблем. Первая проблема, и это не только наша проблема, это проблема глобальная, да, то есть всё, что нет, можно купить. И купить действительно так оно было ещё вчера, достаточно по льготным ценам. То есть нельзя заниматься, производить всё и вся. То есть не возеряя были такие цепочки добавленной стоимости, нас убеждали очень много, что выгоднее делать какой-то болтик, винтик для транснациональной компании, которая выпускает миллионами, сотни, миллионами изделий. И вот ты делаешь простую линию, какую-то операцию, и на этом, так сказать, наживаешь. А там медикаменты, какие-то технологические решения, программное обеспечение, да, всё, вот покупаем. И действительно рынок, так сказать, это предлагал. Более того, тут я бы тренд отметил ещё такой, что сегодня чем отличается промышленность, глобальная промышленность? Вот особенно тогда, когда ещё пару десятилетий назад Китай перестал из какого-то, ну, в хорошем смысле, может быть, догоняющей страны, он превратился в лидера, глобального лидера. Производственные мощности нарастили, ну, просто в разы, даже кратно, я бы сказал. И вот если мы сегодня рассматриваем глобальную мировую экономику, сектор промышленности, то потенциал, производственный потенциал порядка в два раза превышает потенциал потребления. То есть, конечно, вот есть разные инструменты, там, нетарифные ограничения, там, зелёная повестка, переход на какие-то там другие технологические решения, да, то есть, это делается в том числе, чтобы очистить рынок и, так сказать, заместить его и создать новые рабочие места, новые продукции. Но так или иначе, вот эта проблема есть, да, то есть маркетинг, инновации вышли на первое место. И следующий фактор, который на нас давлеет, это вот опять-таки замещение вот этих каких-то комплектующих. В целом, по промышленности у нас и в России, где-то мы синхронно действуем, порядка, вот импортная составляющая составляла порядка 30%, третий, да. Вот заместить год-два, в течение года-два, это очень сложно, то есть, проблема такая есть. Ну и технологический суверенитет, да, новая технология. Когда вот санкционная политика, это определяющее, к этому я кланю, то есть санкционная политика в части чего? Для того, чтобы заместить вот выпадающий импорт, а он иногда критически имел, так сказать, составляющую, особенно в Российской Федерации, там, ну, промышленность, к сожалению, рассматривалось как действительно баланс, да, лучше продать сырьевые ресурсы или еще что-то там, да, или быть дилером, дистрибьютором зарубежных транснационных компаний, там, финансовые услуги. А производство там было по остаточным принципам. Сейчас, слава богу, они, так сказать, одумались, я бы так сказал даже. Но вот чтобы заместить эту проблему, да, то есть выпадающие вот эти критические особенно продукции, разные россияне, и мы пошли, правда, в другом формате, на какие-то, ну, решения организационно-технические. Допустим, параллельный импорт. Что такое параллельный импорт? Это импорт продукции, в том числе даже развлекательного контента, да, там, фильмы, без разрешения права обладателя. Вот, ну, чтобы тоже понималась, так сказать, наша аудитория сумма, величина, за 21-23 год параллельный импорт в Российскую Федерацию составил порядка 70 миллиардов долларов США. 70 миллиардов. Ну, это там потребительские, там машины. Но я сейчас склоню к тому, что есть и второй инструмент. Кроме параллельного импорта, появился такой инструмент, как леготирование. Леготирование точки зрения таможенной очистки. То есть россияне, а надо не забывать, что мы находимся в единое таможенном пространстве, Евразес, они просто обнулили практически все таможенные пошлины по ряду критической позиции. Это машиностроительная техника, сельскохозяйственная техника, станкостроение. То есть это да, это объективно было необходимо. И таким образом таможенные пошлины, они играют не только функцию пополнения бюджета, это тоже важнейшее, они являются и защитным инструментом, да, то есть для поддержки своих производителей, тем более, как я уже начинал вот свой этот спич, с того, что потенциал ряда стран, особенно вот Китайской Народной Республики, да, это дружная страна, да, это наш стратегический партнер, но это в том числе и наш конкурент, конкурент в том числе даже на наших рынках. То есть их потенциал, он превышает кратно, даже совместный потенциал союзного государства Беларуси и России. Но я приведу только один пример. Если доля ВВП Беларуси и России совместно составляет где-то в глобальном, так сказать, контенте порядка двух процентов, то они занимаются очень 30 процентов, да, то есть вот разница. По финансовым составляющим, ну, то есть это кратно, несопоставимо. Поэтому у них есть очень сильный финансовый рычаг. То есть вопрос переходит, вот я к чему клоню, переходит вопрос не только с точки зрения качества и цены, а вопрос и финансоинструмента. То есть сегодня с помощью финансовых инструментов поддержки китайские производители, иранские производители, ну и ряд целых стран, то есть исходя от этой новой ментальности, новый менеджмент, так сказать, экспорта в том числе, это финансовый лизинг. То есть он иногда рассрочка под льготными, ниже ставки рефинансирования, 2-3 процента, осуществляется на 5-10 лет. Поэтому вот этот фактор, он тоже сыграл, может быть, затоваривание, так сказать, затоваривание. То есть мы сегодня волей-неволей вступили в конкурентную борьбу, при том вообще с чистого листа, да, то есть без всяких ссылок, что а это наш рынок, а это наш рынок, евразийский рынок, да, с конкурентами, в том числе и с дружественных стран. Вот, то есть это, к чему я клоню, это проблема не такая простая. Вот производители, 100 человек, как комитет госконтроля говорил, на тракторном заводе, на тракторном холдинге, служба сбыта, маркетинга, и они не могут продать трактора, там затовариваться, нет. И вообще маркетинг, в принципе, 100 человек, если мы сейчас говорим о конкретном субъекте хозяйственной, они только за последние два года нарастили порядка, по-моему, 5-6 новых предприятий, предприятие к ним вошло в структуру. Это станкостроение, так сказать, это тоже там комплектующие, они в себе взяли холдинг, ну, для того, чтобы, так сказать, это. И маркетинг – это немножко отличное от сбыта. Вот я приведу пример, так сказать, ну, я не говорю, что авторский пример, но я часто использую, так сказать, в каких-то тестах. Чем отличается сбыт от маркетинга? Сбыт – это продажа продукции, которая произведена. Ну, вот трактовка, которую мы услышали, вы производили, не можете продать. Маркетинг – это производство продукции, которая будет продаваться. То есть слова-то одинаковые, но смысл совершенно другой. Особенно сейчас в наших условиях, когда логистика усложняется, когда финансовые инструменты, когда идет санкционная политика против посредникам в хорошем смысле, когда мы видим, так сказать, задержки в оплате, так сказать, контрактных поставок, установление новых связей. Поэтому вот эта проблема промышленности, еще раз говорю, это не потому, что они плохая промышленность, потому что действительно они сегодня на переднем фронте борьбы за независимость. Я даже такие слова был подребил. И к ним, естественно, внимание. То есть хочется больше, хочется лучше. И то, что сегодня промышленность в целом и отдельные, так сказать, предприятия растут более высокими темпами, в том числе за счет инновационной продукции для военно-промышленного комплекса, это другой совершенно уже аспект вопроса. Это безопасность вопроса. То есть кроме социальной, кроме трудовой, кроме ВВП, кроме, так сказать, налогов, это вопрос национальной безопасности. Поэтому внимания это больше. Естественно, глава государства выделяет внимания это больше. Но в принципе, вот зная, понимая буквально большинство лично, зная топов, я вам скажу, это люди, благодаря которым мы сформировали это государство. То есть это вот такие, может, скромные, то есть да, там где-то кто-то говорит, там есть претенденты, там коррупционные какие-то. Ну это отдельная история, да. То есть промышленность не находится сегодня в топ-3 коррупционных сегментов. Просто они знаковые события, потому что работают тысячи, десятки тысяч людей. И действительно, когда кто-то нечестный на руку идет на это, резонанс общественный кратней, значимый, чем частник украл участника или частник дал участнику. Вот этот аспект. Поэтому я думаю, что промышленность будет продолжать драйвером. Нам понятны эти вызовы. Какие вызовы? Та же, производить труда. Да, сегодня она в разы ниже, чем у наших конкурентов. Мы знаем почему. В том числе и за социальные нагрузки, в том числе и за непрофильных активов, в том числе и за невозможности. И это правильно. Огульно, так сказать, увольнять людей. Хотя сейчас мы видим сегодня, наоборот, есть востребованность, потребность в трудовых кадрах, особенно, так сказать, инженерных, рабочих кадрах. Те же самые инновации, технологии, да, то есть вот индустрия 4, да, то есть цифровизация. Поэтому этот вопрос, ну, такой перманентный, это нормально. То есть на то, наверное, ищу, так сказать, в озере, да, чтобы карась не древал. Поэтому я бы тут не усугублял, так сказать, ситуацию, да. То есть, ну, это нормальная рабочая ситуация. Она находится в контенте, вообще, так сказать, посыла главы государства. Он очень требовательный, он бескомпримиссионный, я так же сказал бы, да. То есть его, так сказать, вот эта безапелляционность, да, она иногда, так сказать, приводит к результатам тем, которые ожидаются и, может быть, там, уговорами и не решишь. Обострить ситуацию, решить ситуацию. Естественно, люди вынуждены на это адекватно отвечать, да. Может где-то прыгать через голову, выше головы, да. Решать вопросы через «не могу». И, в принципе, это тоже объективно. Вот недавно глава государства Южной регионы посещал, и он очередной раз, это отдельная тема, тоже я, в принципе, вижу, что она набирает обороты, он начинает говорить о мобилизационном экономике. То есть это формат тоже. Это не знаю, что надо брать с утра до ночи, копать там канаву. То есть надо с умом понимать канаву, чем копать канаву, куда это приведет, да, что там будет в канаве надо зарывать, да. То есть это вот как раз, так сказать, технологическая составляющая. Но вопрос о резервах, вот резервы через мобилизацию, они у нас еще есть. Пока мы так в хорошем смысле шалтай-болтай работаем, да, то есть пятидневная рабочая неделя. Страна один из лидеров по количеству выходных дней, вот сейчас нам предстоит очередной такой период. То есть мы, большинство работает там 8 часов, сразу, так сказать, идет вал, так сказать, куда-то. То есть пока вот этот формат мобилизации мы не почувствовали. Но, опять-таки, с точки зрения противоречия, но это тоже хорошо. Это значит, люди уверены в своем будущем, да, что надо уделить внимание семье, своему здоровью, саморазвитию, да, так сказать. Вот это тоже фактор. Мы не единожды с вами год назад, несколько месяцев назад к этим вопросам возвращались, касались их, в том числе мирного процесса. Я клоню к тому, что я абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться. Не хотят, ясно, почему не хотят. Мы уже на этот вопрос ответили. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат. Поэтому украинцы должны знать, особенно население, что сие от нас не зависит. Мяч, грубо говоря, на той стороне. К сожалению, анализ обстановки в Украине показывает то, что то, что сейчас происходит, это уже не выбор Украины. Вот. И то, что сама Украина, она вообще была ее историческое какое-то, формировалось такое предназначение с точки зрения того, что это вечно была какая-то мина замедленного действия. То есть ее все время подкладывали под российский престол, потом советский, потом опять российский. То есть все под Кремль, подкладывали эту мину. И все кажется, что она должна когда-то же сработать. Здесь Украину как раз в этом плане, наверное, отыграют до конца. Ей не дадут уже все. То есть если не дали тогда возможность договориться, перейти к каким-то там мирным шагам или выбрать направление бесконфликтное, ее четко направляли на это обострение, на эту бойню. И подкладывая сейчас, добавляя оружие какое-то, деньжата и так далее, ее будут выжимать до последнего украинца. Эта оговорка до последнего украинца, она является, наверное, ключевой. Я скажу даже так, что последние шаги по поводу изменения кабинетов, офисов с точки зрения руководителей в армии и в офисе Зеленского, оно идет к тому, что убирают людей, которые к нему вообще были в доступе. Ермак там, я читал, что он вообще устраивает изоляцию Зеленского в этом плане. То есть чтобы к Зеленскому никто не мог достучаться. То есть, видимо, Ермак выполняет роль этого пса, который охраняет от правды жизни Зеленского. Он где-то уже все в своем мире. Он там поехал, поговорил, выступил. Но он перестал видеть людей. Он перестал видеть украинцев. Он перестал видеть Украину вообще как таковой. Ему важен сам процесс. И даже уже то, что вообще во всех исторических таких фактах, когда руководители видели, что страна на грани исчезновения, то есть проигрыш неминуем, то для того, чтобы хотя бы как-то сохранить нацию, народ, допустим, они могли пожертвовать собой, но никогда не жертвовали народу. Но здесь получается все наоборот. И то, что Россию сейчас подталкивают на более резкие шаги, на более резкое продвижение по фронту и так далее, тоже говорит о том, что хочется добавить в эту ситуацию еще большего трагизма, и чтобы было на кого списать этот трагизм. Не на Зеленского, а на Путина, допустим. С точки зрения того, что это не нацисты довели страну дурочкой, до могилы, по сути дела, а кто-то внешний, допустим, как всегда Россия. Поэтому этот процесс будет зависеть не от оружия, он будет зависеть не от денег. Там уже пошли необратимые процессы. И я думаю, что Украина своими руками доделает то, от чего сейчас в данном случае сдерживается Москва. Я скажу так, это страна шахид. Ее накачали чем? Накачивают взрывчаткой. А Украину в ближайшее время ждет без власти и хаос. Потому что полномочия Зеленского под большим-большим вопросом. Он не может после 21 мая поставить подпись ни под каким документом. Ни о примирении, ни о перемирии, ни о начале, ни о прекращении. То есть он станет никто. А вот это безвласть начнется смута. Классика. Это смута к чему приведет? Ну, появятся там лжезеленские, лжепрезиденты, там лжегетманы, там атаманы и все остальное прочее. Начнут растаскивать по этим самым, по углам. Биться сейчас до какого конца с Россией? Чьего конца? Чей конец должен быть, наступить, да? Чтобы, как его, определился победитель. Россию победить невозможно. Ни теоретически, ни практически, но никак. Не перелететь, не перебросить, не перекинуть, ну, я не знаю, там, не перейти. То есть, как говорил Козьба Протков, нельзя объять необъятное. То есть, не пытайтесь. Нет такой совы, чтобы осилить этот глобус. А с точки зрения, допустим, самой украинской истории, ну, здесь просто-напросто те, кто поймут, что это протрезвеют, когда вот этот накал, прокачка перестанет работать, вот как у нас в 20-м году. Качали, качали, потом раз, весь этот поток прекратился, его прекратили, да? И он перестал, как его, воздействовать на умы, на сердца, на души и так далее. То есть, все, исчезли эти, там, в носочках, на лавочках, с цветочками, там, с этим шабашем, чаепитиями и так далее. То есть, все ушло. И там уйдет. Там тоже уйдет, и там люди встанут, простутся. Они же русскоговорящие. Ну, неужели, как и вот эта Украина, которая русскоговорящая, она куда-то пойдет, там, допустим, занять на ту же Польшу, там, или еще что-то? Да нет. И они будут, они все пойдут, как его, на восток. Все будут жить с востоком. Потому что другого будущего у них нет. Запад, западная Украина, да, может быть, еще там, за нее вот эти вот гетманы и поторгуются. Потому что там много интересов, связанных с историей, там, и Венгрия, и Румыния, там, и Польша. То же самое. Они же все вспомнят, где чьи. Они сейчас поднимают вопросы про национальное меньшинство свои. За их, как говорится, судьбу переживают, за чистоту, все остальное и прочее. Некачественно ведется мелиорация. Системы должным образом не обслуживаются, а незаконная распашка каналов приводит к их выбыть. Как результат, ежегодно ссылаемся на разные неблагоприятные климатические явления. Вымыкание, вымерзание, засухи. И тратим огромные деньги для восстановления мелиоративных систем и полей, мелиорированных. Какие сверхурожаи и будущую кормовую базу для животноводства можно ожидать при таких подходах? Нужно уметь работать в любых атмосферных условиях, чтобы не списывать свои недоработки на погоду. Мы ведь знаем с вами, какая может быть в Беларуси погода. И к этому нужно было приспособиться. И к этому приспособились те, кто хочет работать. Я говорил о том, что промышленность создает смежно от 7 до 12 рабочих мест, то кроме создания дополнительных рабочих мест, сельское хозяйство — это наше во многих случаях. И у меня во втором поколении все сегменты экономики, и бабушка, и дедушка, по одной, по второй линии сельское хозяйство работали на земле. Я помню, в детстве приезжал, видел это. Одна семья, точнее, по линии отца, она вообще беднейшая была семья. И даже я сейчас помню, наверное, это где-то, может быть, сейчас как страшилка, были земляные полы. Сейчас уже мне достаточно много лет, я помню, что заходишь, и земляной пол, это, ну, бедная была семья, потому что дедушка был с Ленинграда, так сказать, Санкт-Петербурга, тогда он приехал сюда менять там какие-то, так сказать, запчасти, ну, и Брестский мир, и он остался. Поэтому вот сегодня сохранение этноса, да, вот этих наших корней, сельское хозяйство, то есть по большому счету, по-моему, глава государства сказал, мы просто обязаны. Это наша, ну, наша миссия, да, наша, так сказать, мы должны сохранить то место, откуда идут корни, это один вопрос. Второй вопрос по сельскому хозяйству в целом, куда развиваться, как развиваться. Вот есть разные пути развития, вот та же наша южная соседка, Украина, которой сегодня, так сказать, ну, наверное, никто не позавидует, то есть даже сложно слова подыскать, да, то есть почему, как, куда, так сказать, что будет, вот они пустили, я думаю, что это даже не внутренняя, так сказать, потребность людей, никто не проводил, так сказать, референдум, земля пустилась в оборот, да, то есть фактически частная собственность. И многие эксперты говорят, вот эти миллиардные, сотни миллиардные кредиты под войну, под кровь, которую дают западные страны, они вернутся землей, и уже мы видим это, да, так сказать, нам это надо, не надо, мы на это не пошли. Поэтому второй вопрос, это, да, действительно, есть такой формат, я вот недавно участвовал на круглом столе, так сказать, Минэкономики, и там один из либеральных экспертов, ну, приглашаются разные, говорит, вот надо убрать перекрестное субсидирование. Нет, перекрестное субсидирование сегодня позволяет прогнозировать и, может быть, снизить какую-то нагрузку на хозяйственную, в том числе хозяйственные, эти сельхозпредприятия, первичные сельхозпредприятия. Но это и предполагает какую-то ответственность. Поэтому одна из проблем, так сказать, которая существует, это ответственность. Ответственность за то, что ты делаешь на своих рабочих местах, в семьях, так сказать, в обществе, как руководитель себя ведет, да. Вот в сельском хозяйстве в городе на предприятии, так сказать, достаточно легко контролировать. Рядом милиция, рядом комитет госконтроля, рядом партийная организация, Белая Русь, да, так сказать, в конце концов, глава государства, так сказать, а там вроде на периферии, где-то сел на вазик, поехал, так сказать, бабушка Маня, она, в общем-то, всегда пиетет поет, так сказать, председателю. Есть такой элемент, ну, так сказать, вседозвольности. То есть, ну, будем прямо говорить. И второй вопрос – это, опять-таки, кадры. Все-таки это пожилые кадры, кадры, которые, может быть, не слишком, к сожалению, мотивированы с точки зрения личных амбиций. Поэтому вот вопрос ведения, как ты себя ведешь на сельском хозяйстве, тоже кадровая политика, управленческая ответственность – это тоже очень важно. Ну и, в конце концов, это вот то, что начал, это бизнес-модель. То есть, начиная с затратной части, то есть покупка семенного материала, покупка комбикормов, да, к сожалению, это тоже проблема. Тоже мы об этом говорили с точки зрения импортозамещения. Да, есть у нас некие продукции. По-моему, глава государства недавно, в Гродно, кажется, очень подробно говорил на тему, так сказать, семенного фонда. То есть, что да, действительно есть, но будем откровенны. То есть, западные, так сказать, селекционеры, они более производительные. Да, надо ориентироваться на это. Вот, говорит, давайте там 50-50, одна треть, две трети. То есть, проблемы существуют. Ну и, в конце концов, это технологическое, так сказать, обеспечение производственного процесса. То есть, сегодня для того, чтобы обеспечивать урожайность, к урожайности как таковой мы еще вернемся, необходимы технологические процессы полностью, да. То есть, как посеять, как пожать, как коммероративно, так сказать, это, в конце концов, обслуживать, поливать, так сказать, это, да. То есть, это высокотехнологичное уже, это комплекс, я бы сказал даже, да. Вот недавно было такое пилотное, так сказать, пробирование, это беспилотное, так сказать, посевное, так сказать, комплекс. То есть, БПЛ летит, так сказать, он зондирует землю, смотрит, где надо копать. То есть, может человек без среднего, даже среднего образования, нет. То есть, специальное, так сказать, необходимое знание, какие-то специальные знания. Поэтому тоже это вопрос очень серьезный, и мы переходим уже к таким решениям уже в целом, что необходимо не просто какие-то мелкие фермы, мелкие хозяйства, да. То есть, там кому-то нарезали делянку или колхозу, и он там это. Нет, вопрос уже говорит о многофункциональных. То есть, это и должно быть посевные, это должно быть комбикорма, это необходимо стадо, если мы говорим о молочно-товарной продукции, это необходимо переработка или, по крайней мере, делать какие-то финансы промышленной группы, это кредитные ресурсы. Вот то, о чем, в принципе, правительство с подачи главы государства, где руку уже подставляет Академия наук с точки зрения научного, так сказать, обеспечения. Поэтому мы идем все более высокотехнологичное, так сказать, товарного производства. Но, опять-таки, это, ну, наверное, первичная, да, то есть такая первичная функция, где как раз датируется этот отрасль. То есть, в принципе, Беларусь по сельхозхозяйственному, так сказать, климату, она не является житницей, она никогда не была житницей. Да, сегодня там многие эксперты, ученые говорят, на 100, на 150 километров сместилась южная граница. То, что было в Гомеле, сегодня мы видим Минске, вот, ну, за окно выгляните, так сказать, это все, это хорошо. Но все равно вопрос мелиорации, вопрос, ну, как бы так сказать, стабильности климата, да, то есть, чтобы влага соседствовала с солнечными днями, особенно, чтобы были влажность, так сказать, какая-то в воздухе влажность, как в Прибалтике. К сожалению, это не так. При всем при том, зона Беларуси находится в зоне рискованной земледелии. Поэтому, конечно, надо, так сказать, не обращать на эти вопросы, надо забыть, надо к этому привыкнуть. Но это вот мне кажется лично, это чисто мой субъективный подход. Вот когда Александр Лукашенко об этом говорит, он опять-таки поднимает планку немножко выше. То есть, он говорит, ребята, ну, хватит вам пенять на погоду. Всегда, так сказать, это было погода, пора бы привыкнуть. То есть, он говорит, что нет, ее надо игнорировать. Но не надо это приоритет, так сказать, ставить на эту погоду. То есть, есть какие-то более важные факторы. Поэтому сельское хозяйство надо, да, в основном личном, надо дисциплину, надо кадры. И я бы тут еще один фактор говорил бы, вот когда я говорил о финансово-промышленных группах, я имел в виду добавить сюда и сырьевую. То есть, делать какую-то сквозную цепочку, чтобы не государство датировало, да, бюджет этих забрать, туда отдать. А вот было, так сказать, субъект хозяйственного, многопрофильный, который внутри субъекта хозяйственного, хозяйственной дизиции, осуществлял датирование этого. То есть, это тогда действительно снизит нагрузку на бюджет. И что самое важное, это принципиальный вопрос, повысит эффективность вот этого, так сказать, многопрофильного субъекта хозяйства. Но это будущее. В принципе, об этом мы говорили, и я где-то это говорил. Но пока, на крайней мере, какая-то часть, да, то есть, допустим, те же банки, финансовые институты, они скорее рассматривают это как кредитор. Вот я дал деньги, мне верните, или государство пусть вернёт, а моя хата с краю. Хотя учить, ну, так сказать, многие очень любят, да, банкиры, так сказать, и промышленности, и сельское хозяйство. Но их, мне кажется, ещё предстоит убедить. Мир уже изменился. И не так, как мечтали за океаном. Но чего они хотят? На что рассчитывают? Послушайте внимательно. Может, вы согласитесь со мной? США. Буквально несколько назад, предприняв резвую атаку на всех неугодных одновременно, ось зла, вы знаете, от Белоруссии до Северной Кореи, включая Россию, Китай, Иран и другие. Так вот, предприняв эту атаку на всех, поняли, что допустили ошибку. Объединив непослушную Россию и главного врага для них – Китай. Своим давлением они объединили эти два государства. Россию с богатыми ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом. И Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Они поняли, что с этим союзом они не справятся. Я бы, наверное, заглянул с другой стороны, в плане того, что такое ждет мир впереди, что столько тратится сегодня Америкой на вот эти все вещи. Они рискуют буквально всем. И долларом, и экономикой, и американцами, и страной, и чем угодно. Они так ровутся. Вот Россия для них по-прежнему остается все-таки не враг, а цель. Да, они там называют Россию врагом, но это цель. Ресурсы России, они же безграничны. Начиная с территории и дальше всей таблицами Меделеева и людскими факторами тоже. То есть это все. То есть в моем представлении или ощущении то, что либо они что-то знают, либо что-то представляют, либо что-то просчитали, что их так тянет в эту сторону. Почему? Потому что так рисковать бездумно, так разваливая все проекты в ноль. Я не вижу никаких логических причин. То, что Россия с Китаем сейчас кооперируется в плане того, что формируя контр-противовес американской гегемонии и доллару, и экономическому пути развития и так далее. Это, наверное, логично. Любое действие рождает противодействие. То есть если жмешь, то, соответственно, получаешь какой-то отпор. Да, Америка еще сильна, она еще многое может. Но даже не столько Америка может, а из-за того, что, наверное, очень слишком много на нее завязано. Это как свитер распустить. Вроде бы как за нитку дернул и все. И остался только шарфик без рукавов. Поэтому в этом плане Америку и особо-то никто и не колотит. Не потому, что она там какая-то могучая. Нет. Просто из-за того, что я бы назвал ее уже табуреткой. Мир в петле, да? От различных проблем и так далее. А Америка табуретка. Поэтому нечаянно выбить и можно оказаться в висячем положении с летальным исходом. Поэтому не бьют Америку и не атакуют ее и так далее. Так, сопротивляются, пытаются договориться, еще что-то. Но бить-то ее еще никто не пробовал. А если просто как вот с ихними Абрамсами, да? Они говорили, самые лучшие танки. Ну что, вот они приехали. Шмяк, уже экспонаты. То есть, это о чем говорит? Что могущество, оно у них маркетинговое. По большей степени. Да, они подсадили мир с помощью вот этих золотовалютных махинаций, еще тогда с китайских этих умпиумных войн и так далее. Крутанули и сделали доллар, как говорится, мировой валютой. И на этом живут. Они расчеты. Они же в основном-то не ракетами стреляются. А что? Перекрывают там свифт, там еще что-то. То есть, такие вот вещи. Двигают цены. Вот они нам потолок устанавливают в России. Ну, допустим, в нефтедобывающей стране. Устанавливают потолок по какой цене, к чему продавать. Но России-то никогда не было в американской колонии, ребята. Ну, что вы, зачем вы даже об этом мечтаете, да? Вот. Поэтому Китай и Россия, во всяком случае, на этом этапе, они не будут друг другу ставить палки в колеса. Почему? Потому что чаша весов, здесь Штаты, здесь Россия с Китаем. На весах всего две чаши весов. Бывает. В конце концов, американцы хотят сделать, как Фемида, да? Посадить Россию к Китаю, а весы держать в самим руках. Но пока у них это не получается. Вот. Они сами на чаше. Поэтому, чтобы чаша не перетянула, Россия с Китаем достаточно комфортно разместились на второй чаше. Мужики, все сконцентрировано на том, чтобы найти путь нас свалить. Какие бы ни были у нас с вами отношения, я вас там ругал, снимал с работы и прочее, вы должны быть государственными людьми. Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить. Своим трудом, кровью, потом и своей жизнью. Мы должны защитить. Конечно, не дай бог, все мы хотим жить, а чтобы не умирать, не погибать, надо просто работать. Нужна экономика. Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы была нормальная экономика, у нас все есть. Всего хватает. Но надо честно работать. Наши предприятия промышленности не только живут внутри страны, и не только даже региона, они конкурируют с крупными транснационными компаниями. Поэтому с этой точки зрения, вот риторика на ответственность, риторика на умение общаться с людьми, риторика не воровать, риторика, так сказать, вот, кстати, поменялась риторика, главы государства, он публично уже несколько раз, раньше это не говорилось, говорил о праве на риск. Что да, я тебе даю права, но ты в том числе должен и не переходить эту границу. Я тебе даю законодательство право на деловой риск, да, то есть на управленческие решения. Если ты их предпринимал, управленческие решения, в интересах с точки зрения экономической целесообразности, субъектах хозяйства страны, а не личных интересов, приходи, мы будем говорить, я тебя защищу. Вот риторика, да, она, как бы, так сказать, достаточно прямолинейная, но нюансы есть, вот нюансы, опять санкционная политика, да, мы уже говорили, то есть вроде есть санкции, вроде не обращают внимания, но ты не прикрывайся ими, не прикрывайся. Да, я тебе даю право на риск, но не уходи в коррупционную сферу, не уходи. Ты же смотри, ты не только, иногда кажется нашим людям, да, вот этим, так сказать, коррупционерам, как их называют, что они решают какие-то семейные проблемы, семье, благополучие, обеспечение, нет. Если ты вот попал в эту сферу, это раньше говорили, там, сказать, может где-то правильно, сын за отца не отвечает, ответит. И семья, и жена, и дети ответят, если ты коррупционер. Ты их лишаешь того потенциала, а это не малый потенциал, раз человек пошел в коррупцию, значит он уже топ, он уже получает неплохую зарплату по белорусским меркам, ты лишишься ее. Вот, в принципе, то, о чем вот это говорится. Ну, естественно, тоже естественно, что и требования к руководителю должны быть другие. Более того, сегодня идет риторика, ну, немножко на другом формате, я такой, как бы, инсайдерскую информацию. Сегодня вопрос идет о том, что может быть необходимо завязать руководителей топов на конечный результат. Это будет не только премия, там, не более пяти зарплат, так сказать, средних зарплат по предприятию, а может быть речь идет о проценте. Может, мы таким образом, есть риторика, формировать новый какой-то класс, класс собственников, патриотичных собственников, не только среди частников, а в том числе, может быть, формировать какой-то класс собственников, династии и на предприятиях государственных. Но это дискуссия. Тоже, чтобы многие не поняли, что да, вот завтра появится там директор МАЗа, тракторный, он будет там новым феодалом или собственником. Но тема такая есть, потому что наши оппоненты, либералы, вот куда, так сказать, какую проблему не поднимешь, я иногда даже, ну, может быть, так излишне резко отвечаю, они говорят, а вот надо собственник, государственный эффективный собственник. Блин, так сказать, выстояли в санкционную политику, выстояли в ковид, так сказать, фактически противопоставили и успешно, так сказать, справляемся с санкционным давлением всего западного мира, так называемого цивилизационного мира, да, с Россией, но иногда с Россией тоже, так сказать, у нас не все консолидировано, да, мы отставим свои национальные интересы. И это благодаря государственной роли, благодаря, так сказать, сохраняемости, управляемости государства как таковой, политических вопросов. Да, кому-то не нравится, но это нормально. Что касается боевых подразделений вооруженных сил Польши на границе с Белоруссией, под предлогом усиления охраны военные решают разведывательные диверсионные задачи. Ну и Польша намерена создать самые мощные сухопутные войска в Европе, разумеется, с помощью военно-технической поддержки Соединенных Штатов. Варшава поступательно наращивает численность вооруженных сил. К 35-му году планируется увеличить их до 300 тысяч человек. В настоящее время у них чуть больше 190. Тоже не могу удержаться от комментариев. В этой бедной Польше и так уже некому работать. Проблем выше крыши гражданских. О каких сражениях грезит? Кто их будет обеспечивать? Ведь для войны нужна мощная экономика. Они сидят на дотациях Евросоюза и помощи Соединенных Штатов Америки. Попытка создать самую большую армию в Европе, ну, глупее ничего не придумаешь, особенно в ситуации в Польше. Почему? Потому что как-то я тоже вот так вот с любопытством или удивлением узнал, что в Польше до сих пор каждый третий дом топит. Знаете о чем? Увлем. И это при том, что они претендуют на какую-то там еще политику, там, зеленые волны, там, или еще чего-то и так далее. За 30 лет, которые они там, независимости, там, солидарности, потом Евросоюзных своих приключений, что особого произошло? Я вот вспоминаю 90-е годы. Что делала Польша, получив независимость? Скупала все. У белорусов. Скупала все. Прищепки скупали. Деревянные вот эти вот наши бытовые запасы, по сути дела. Ничего у них не было. Но если по большому счету смотреть, а что прибавилось? Ведь то, что даже было при советском, так сказать, укладе, при варшавском договоре, до этого как бы больше и нет. Я не скажу, страна, допустим, которая так динамично развивалась, половина ВВП, долг государственный, да, внешний. Что там еще такое вот, можно было бы подумать, почему у них все так хорошо-то было? Потому что до 19-го года они еще не выплачивали кредит. А вот после 19-го года, когда стали уже выплачивать тело кредита, тогда все-то и проявилось. Поэтому вот эта вот самая большая армия, самые большие закупки, такая спешность. Зачем? Для того, чтобы, опять же, чашу перетянуть. Германия что-то там начинает еле-еле сопеть тоже со своими проблемами. И Польша начинает себя чувствовать гегемоном. Во всяком случае, так и американцы накачивают. Но опять же, недавно, я не знаю, изумели, рассмешили. Президент говорит одно, а премьер говорит другое. Будет ядерное оружие у них, не будет ядерное оружие. Надо оно, не надо им. Что вы копируете? Вы хотите напугать или защититься, так никому вы не нужны, если так по большому счету. Но сидите там себе в этих окопах. Кройте их, ну ройте. Еще там вот генерал недавно тоже, Шепчак, да, по-моему, тоже разродился там. Давайте минировать типа границу с Россией, с Белоруссией. Заминируем, забетонируем. И никто не пройдет. Да никто и не собирался. То есть, точно так же, как с этим забором они все там ограждались. То есть, настолько спонтанные решения, настолько отдалившиеся от реальности руководителю у Польши, жалко поляков. Страна, которая чуть не рухнула из-за того, что пошел беспощенный какой-то поток украинского зерна, там же все на добы встали. страна, которая живет за счет, по сути дела, сельского хозяйства, яблок, мягко говорят, чуть не упала на колени из-за того, что откуда-то слева появилось что-то дополнительное. Все, то есть, у них начинается дисбаланс. Поэтому Польша, она потратит деньги. Да, на последний она купит самолеты, но опять же, я вот читал, что самолеты корейские, они купили вот эти учебно-боевые, но они купили без вооружения, без обслуживания, без аккумуляторов, то есть, они купили болванки, которые для того, чтобы они взлетели, еще нужно несколько лет по отдельной статье докупить, дообслужить, дообучить и так далее. Точно так же с самолетами и F-35 американскими, то есть, тоже не самые лучшие варианты и образцы и с танками, и с БТРами, БМП, то есть, комплект наберут, обслуживать, кто их будет. Дальше, 300 тысяч насобирать войск, так никто не хочет. Они говорят, надо, давайте переходить к всеобщей мобилизации, к всеобщему призову от профессиональной и так далее, то есть, начинают мультиармию какую-то выдумывать. Но этот процесс, опять же, нам очень много времени потребует. Пока они соберут войска, то, что они купили, устареет. Или за нее на приколе временном. я не вижу целесообразности таких усилий. Литва так вообще, она все эти разговоры тоже ведет, но она только площадка. Ее роль обслуга, то есть, да, придут туда немцы, а сортиры за ними убирать будут литовцы. По сути дела. Ведь не зря, когда британцы там тоже развлекались лет 10-15 назад, то у британских туристов и военнослужащих, которые там пребывали во временных командировках, любимое занятие было, как говорится, обмочить угол резиденции президента. Это как традиция, как вот монетку фонтан бросить, да, чтобы вернуться там, допустим, или искупаться в океане, то там была такая традиция. Поэтому далеко от той ситуации не шагнули. И они все сейчас в аккурат пойдут по наклонной, по наклонной. Вот последнее, президент правильно говорит, у вас только скопилось внутренних гражданских социальных проблем, вместо того, чтобы их решать, вы готовите сокращение этих проблем за счет чего? За счет того, чтобы посадить людей в окопы. Поэтому глупость, страшнейшая глупость, она не приведет ни к чему хорошему. Повторю еще раз, нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Они, конечно, есть, но их надо забыть. Знаете, для чего? Нужно железно расширять производство экспорт-продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывают новые товарные географические сегменты. Иного не дано. Санкции, или точнее реакция на санкции может быть разная. То есть, есть реакция, а вот нет санкции, все, я ничего не могу сделать, я, так сказать, тут ни при чем, моя хата с краю, не было бы санкций, я бы запустил трактор-завод. Я условно говорю, да, или, так сказать, какое-то бред. Вот мне кажется, риторика главы государства именно направлена над это. То есть, перестаньте пенять на санкции, но это данность. Как погода изменчивая, как зона рискованного земледелия, так сказать, как дети рождаются, как уходят, так сказать, смена поколений. Это да. Сегодня санкции не отменятся. Даже если закончится тем или иным способом СВО, ну, я исключаю вопрос поражения, там, Российской Федерации, это по определению, так сказать, не проходит. Почему? Потому что это будет геополитическая катастрофа. Это вот часть земли, одна пятая земли, территории, но это, это будет, так сказать, ну, сродни, так сказать, Второй мировой войне, да, то есть, это такое начнется, что мама не горюй. Я думаю, что, так сказать, Украина и Россия, это немножко разные субъекты, объектности и так далее. Да, украинцы, к сожалению, попали как кур ващи, и мы видим сегодня, что даже не до последней украинцы, а до последней украинки, так сказать, эта ситуация развита. Ну, так или иначе, то есть, я к чему, что даже, когда закончится СВО, санкции не отменятся. Вот мы видим, американцы ввели новые санкции. И якобы, даже, по-моему, возмутился, представитель России в ООН, он говорит, о чем вы вообще говорите? Санкции из-за того, что Россия на СВО в Украине стала использовать химическое орудие, отравляющие вещества. Какие? Какие? Если бы это было, то тут бы все на уши стали. И вот они, так сказать, против войск, уже химической, так сказать, защиты приняли санкции, против предприятий, которые... То есть, с пальца высосут, высосут с пальца. Сегодня ситуация, я говорю, идет на уничтожение. То есть, уничтожение, это ментальности, менталитета, национальной. Поэтому глава государства, он говорит, ну, да, в этой ситуации с этим нам жить. Не ссылайтесь. Ну, вот, я так это трактую. По крайней мере, в своем, в экспертном, так сказать, видении, да, свои функции, которые я выполняю. Я продолжаю, так сказать, преподавать, и в том числе, там, топом, да. То есть, я ей говорю, что да, это санкции, но вы должны видеть, и более того, это нелетально. Пример Ирана, пример других стран, да, то есть, вот я тоже буквально на днях почитал большой аналитический отчет высшей школы экономики Российской Федерации и по поводу использования санкций, ну, насколько они могут быть преемственны. И многие страны, в том числе Иран, Афганистан, так сказать, под санкциями и китайско-народная, то есть, они привели к совершенно не тому эффекту, который ожидалось. Ну, даже пример России и Беларуси. Да, мы все могли закупать, да, так сказать, никто не думал о суверенитете, Windows есть, есть там, есть саб, так сказать, будем. И вот, когда, гром грянул, да, так сказать, и тогда все поняли, что надо все-таки говорить о суверенитете в хорошем этом смысле, да, то есть, поэтому, в принципе, санкции, ну, наверное, так сказать, помните, тоже классика, она, к сожалению, стала классиком, когда ссылаются на китайское определение, так сказать, санкции, да, или это кризисы, то есть, есть положительное, есть отрицательное, это возможности. Да, это кровь, пот, да, это деньги, да, это проверка на вшивость, во многих случаях, но это в том числе и возможность, возможность народом называться, как белорусский классик говорил, да. Что касается Запада, и наши беглые, вы помните, в 20-м году, когда им задавали вопрос, что будем делать со строящейся атомной станцией, с Зачиним, и народ, да, ура, кричал, ура, не понимая порой, а я тогда вас предупреждал, не торопитесь, вы посмотрите, что они будут делать, и что они делают, Польша, которая инициировала вот эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить, на первых порах, может быть и больше. Литва, потеряв Игнолин, нормальная была станция, могла работать, до ума надо было доводить и получать электроэнергию на всю Литву, все они покупают по бешеным ценам. Мы поступили, я считаю, простите за нескромность, мудро, мы выдержали, и мы построили эту станцию. Белая С, это, наверное, памятник дальновидности, в первую очередь. Лукашенко доказал, что он способен видеть не горизонт, а за горизонт. Потому что столько давления, критики, сколько выдержал глава государства в этом плане, тяжело представить. Это нужно было преодолеть. Сомнения, страхи, в конце концов, неприязнь, или еще какие-то вещи, потому что от такого давления ни на кого никогда не оказывали. Но, чем не менее, станция у нас есть. Мы за 30 лет, вот смотрите, все наши соседи, которые там пошли на запад и так далее, или стремятся на запад, кто из них построил подобное? Никто. Хотя не все живут в саду. Это говорит о том, что там, на западе, предлагают горизонт. Это то, что видно. То, чем можно приманить. Вот это оберткой, там, или еще что-то. А за горизонт, там, конечно, неизвестность, И нужно четко понимать, чувствовать. Это чуйка, да? Президентская должна быть. Чтобы понимать, насколько это впереди даст результат. Маск недавно, не так давно, то ли проговорился, то ли еще что-то. Он предрекает миру дефицит электроэнергии. Так вот, когда Лукашенко запускал этот проект, про эти проблемы же никто не говорил. Все говорили, зачем? Вот же ж есть, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Чего тебе еще надо? Но, тем не менее, он подумал, посмотрел, запустил, выдержал. Вот, станция есть, и вторая станция нужна, потому что, ведь, по сути дела, потребности-то все равно будут расти. Чем их удовлетворять? Все равно, человечество пересядет, там, на электромобили, потребность, с учетом искусственного интеллекта, и так далее. То есть, все, но будет требовать подпитки, то есть, кормежки этой, чем, где эту электроэнергию брать? Конечно же, за счет того, что строить свои. Много атомных станций не будет, их будет не хватать. Поэтому, говорили же, куда ты будешь девать электроэнергию? Кому она нужна будет? Ну, вот я говорил, что Польша, да, казалось бы, каждый третий дом топит углем, а у нас, по сути дела, практически эту проблему-то и сжили, как таковую. У нас либо газетизмированная, либо электрифицированная, по сути дела. То есть, может где-то там на хуторах, и то уже так, наверное, чисто для какой-то экзотики, для души, да, чтобы поймать запах какого-то колорита, такого домашнего. А так, по сути дела, мы намного их в этом плане опережаем. Поэтому вторая станция нужна. Нужна. Если развивать промышленность дальше, если стремиться к каким-то высотам и так далее. Как бы еще вопрос о третьей не встал. Потому что, опять же, у кого будет просить электроэнергия Украина? Как бы там ни было, Украина, она сейчас, да, она выглядит враждебной, но она все равно, это все спадет. Жизнь потребует, что? Работы. Воевать всю жизнь не получится. Хлеб нужен будет, нужен будет, как его говорится, развиваться, двигаться и так далее. Детей растить, учить чему-то. Поэтому вот это вот электричество, вот это, муж, как его и президент, многократно говорил, что мы готовы помогать и будем помогать Украине. Не Зеленскому, Украине. Украина же это страна, народ. Вот. То, что там они сейчас очумевшие, пройдет, как болячка, как грипп, как ковид прошел, таки это пройдет. Уважаемые делегаты, и концепция национальной безопасности, и военная доктрина Беларуси, повторю, важнейшие документы стратегического планирования. А стратегические вопросы сегодня в компетенции не только президента, но и важнейшие Всебелорусского народного собрания. Решать сложные задачи, изложенные в концепции и доктрине нам. Потому что, как мы говорили, время выбрало нас. Я хочу, чтобы вы понимали, я вас просто не запугиваю, как многие начнут говорить, но и скрывать от вас какую-то информацию. Мы не имеем просто права. Обстановка очень серьезная. Я принимал непосредственное участие в разработке концепции национальной безопасности и как член бюджетства группы по экономической безопасности в сфере экономики, и как эксперт, в том числе в последней редакции. Поэтому мне есть с чем сравнивать и эволюцию подготовки документа, и есть с чем сравнивать этот документ с другими документами, и оценивать, с моей точки зрения, сам документ. Я перечислю известные какие-то факты по концепции национальной безопасности. Доктрина, она, по идее, более военный документ. Он специфический. То есть то, что там есть, уже сказано и про ядерное оружие, и именно то, что мы являемся, так сказать, никогда не будем агрессором, то, что действительно военная сегодня доктрина осуществляется совместно с Российской Федерацией. Ну, я думаю, что это пусть профессионалы говорят. Но вот о концепции национальной безопасности, она на 70% была изменена по отношению с предыдущими тремя там или четырьмя вариантами. Да, это новый совершенно документ. 30 органов госуправления участвовали в разработке, так сказать, давали эксперты, но в том числе, так сказать, ГРИЦ. Более того, этот документ, он год был в формате общественного обсуждения, то есть год. 30 площадок было, так сказать, ну, об этом говорили, по-моему, в начале января, так сказать, на Совете Безопасности. И самое важное для меня, как эксперта, так сказать, стратегического, так сказать, эксперта, самое важное, там очень хорошо структурирована концепция нацбезопасности. Там есть угрозы, там есть элементы, так сказать, объекты, которые подвергаются угрозам, там есть, ну, не инструменты, а, по крайней мере, инструменты перечисления как таковые, да, то есть финансовая безопасность, обеспечение стабильности, технологическая, так сказать, суверенитет, вот те, о чем мы говорили, импортозамещение, то есть другое дело, что их надо наполнить. Но вот такого документа, где честно, честно, вот это я еще раз подчеркну, с большой буквы, говорится не только о наших достижениях, а и угрозах, и проблемах, это впервые такой документ. Поэтому сегодня он, наверное, действительно задает какую-то планку, как, куда, кому и что надо делать. И кому, это не только там Минобороны, не только там Минэкономики, действительно, он подчеркивает концепцию над безопасностью, что это дело, это миссия, вот мы честно вам рассказали о ситуации, вы поймите, если неправильно скажите, как может делать, и все, начиная от работника, рабочего на рабочих местах, домохозяйки, мы все должны, так сказать, в этот формат выполнить. Там есть и кибербезопасность, информационная, идеологическая, то есть это комплексный документ. Поэтому я думаю, что сегодня вот этот документ, который принял ВНС, он является концептуальным, но не зря слово концепция. Но я опять-таки свой спич закончу тем, что я сказал. Это обрисовывает проблему, да, ситуацию. Но как ее решать? То есть есть такая еще, такое словоизречение, тоже очень мне нравится. Что делать и как делать, это две, ну, иногда, так сказать, очень разноуровневые задачи. Учить, многие хотят, очень много говорят, а ты вот сам это сделай, расскажи, как это сделать, это другая проблема. Вот сегодня перед нами, перед обществом, перед руководителем, перед президентом, не побоюсь этого слова, перед председателем ВНС стоит задача, как это реализовать, вот как реализовать буфер защиты национального государства, нашего суверенитета от деструктивных явлений, в том числе внутри, как обеспечить технологический суверенитет, как обеспечить идентичность нашей экономики, а мы говорим, что мы индустриальная, так сказать, страна, да, то есть с кем дружить, на каких условиях дружить, то есть это вот все вопрос сегодня стоит, то есть вот этот вопрос, по какой дорожке идти, он уже отпал, то есть ясно, куда идти, в какую сторону идти, первый шаг мы сделали, а дальше надо пройти этот путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова